С самого утра в Свято-Веденском женском монастыре толпы верующих. Божественная литургия в честь Дня иконы Толкской Божьей Матери проходит на улице. Колокольный звон возвещает в начале крестного хода. На колокольне монастыря звонари из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска и Новосибирска. Они приехали на фестиваль преображения и очень рады, что попали на Толген день. Вес этого колокола почти 5 тонн. Его отлили в начале 19 века. А в Свято-Веденском монастыре он с конца 80-х. Большой колокол Благовестник звонил на начало богослужения, собирая народ на службу. Также Большой колокол участвует в общем зоне всех колоколов. Мы уже звонили сегодня на встречу владыки и на выход всего священства. Божественную литургию служат митрополит Ярославский и ростовский Пантелейман. Во время службы верующие заходят в крестовоздвиженский храм, чтобы прикоснуться и поклониться иконе Богородицы. Это очень важный праздник, потому что очень важное событие было. И святая икона Толгская весьма почитаемая в православном мире, особенно на Руси. По преданию икона Толгской Божьей Матери была обретена в 1314 году. В честь этого возвели деревянную церковь. В начале 15 века она сгорела. Поначалу думали, что в огне была утрачена и святыня. Однако реликвия чудом уцелела. В том месте, где увидели икону, высадили кедровую рощу. Каждый год на Толгу приезжают сотни паломников. Причем не только со всей области, но и со всей страны. Сегодня мы пообщались со многими, узнали, что приехали из Архангельса, Новосибирска и Москвы. И сейчас вот эти все люди пытаются пройти под присмотром сотрудников полиции к месту, где по преданию была обретена икона Толгской Божьей Матери. Под колокольный звон в Толге начинается крестный ход в кедровую рощу. Возглавляют шествие казаки. У часовни в очередь выстраиваются верующие. Мы очень сильно верим в нашу святыню. И хочется, чтобы и наше поколение в это верило. И это такой вообще-то великий праздник. После службы и крестного хода монастырская трапия за всех без исключения паломников традиционно угощает пирогами, огурцами и морсом. Георгий Колчин, Денис Сахаров. День в событиях. День в событиях.